Добрый день, товарищи! И чего, слышно меня, да? Ну, вообще, хотелось бы верить, еще бы мне увидеть свою презентацию. А, вот моя презентация! Ну все, товарищи, я начинаю. Значит, смотрите, я хочу сделать такую смешанную презентацию на самом деле. То есть я хочу рассказать, с одной стороны, о том, как вот наша физтех-школа прикладной математики и информатики на физтехе, которой я руковожу, взаимодействует с наукой индустрией. С другой стороны, я хочу показать, что результат этого взаимодействия это очень крутые лаборатории, которые выполняют совершенно прорывные проекты. Вот только что была дискуссия на эту тему, как делать действительно прорывные проекты в университетах, а не просто получать какие-то задачки на аутсорс от индустрии. И вот об этом тоже пойдет речь. Ну, конкретные задачи я тоже расскажу. Особенно в конце я подсяду на свой любимый конек или на своего любимого конька, как правильно сказать, на графы. И это будет отлично, мне кажется, плавным переходом к секции графовой аналитики, которую мы потом будем обсуждать. В общем, давайте двигаться, наверное. Вот, смотрите, я уже на предыдущем мероприятии озвучивал вот эту, можно сказать, стратегическую позицию физтех-школы прикладной математики и информатики. Идея состоит в том, что у нас есть и очень мощные индустриальные партнеры, интересные заказчики со своими прикладными задачами, и очень сильные академические партнеры, лучшие, можно сказать, институты, научные академические институты Москвы, и даже не только Москвы. Это вот все, что собрано, так сказать, на площадке физтеха, где мы сейчас строим нашу замечательную физтех-школу. Так вот, возможность соединения двух этих, казалось бы, несоединимых частей, она проистекает из того, что мы строим лаборатории, на площадках которых может встречаться академия и индустрия. Люди, приходящие от академии, решают задачи, которые интересуют индустрию. Это помогает не терять с одной стороны повестки, которая идет от индустриальных партнеров, а с другой стороны получать интересную, крутую науку, которая может быть предложена фундаментальщиками нашими. Вот, ну, давайте я двинусь дальше. Как-то вот, честно говоря, он не сразу переключает. Но, смотрите, вот в результате реализации этой стратегии действительно физтех-школа процвела. То есть у нас появилась куча совершенно замечательных кафедр, как индустриальных партнеров, так и академических. И здесь вы можете видеть весь этот колоссальный цветник. То есть видно, что действительно лучшие партнеры сейчас у нас. И если кто-то еще к нам не пришел, то я думаю, что с большим удовольствием может присоединиться к этой замечательной команде. Видите, тут и академические институты, и индустриальные компании. Вот. А лаборатории, которые, собственно, служат связками в двудольном графе, вот этими ребрами, соединяющими между собой академию и индустрию, вот они здесь тоже представлены во всем своем многообразии. И сейчас, через некоторое время, я скажу несколько слов о конкретных лабораториях среди них, о тех задачах, которые там возникают. И почему это действительно наукоемкие вещи, а не просто какой-то аутсорс от компании. То есть действительно есть слияние и разных типов данных, и разных типов методов, которые можно предложить. В общем, и Data Fusion присутствует, конечно, тоже. Ну вот, начать я хотел с такого замечательного центра, который организован у нас не какой-то компанией. Это действительно научный центр когнитивного моделирования. В нем находятся две лаборатории. Одна называется когнитивных динамических систем, другая лаборатория интеллектуального транспорта. Да, вкладывается в развитие этого центра несколько интересных очень заказчиков. Один из которых, можете себе представить, происходит из Таганрога. Замечательная компания НКБВС, которая изначально вроде бы занимается какими-то военно-промышленными задачами, компьютерным зрением для соответствующих приборов и так далее. Но, тем не менее, она посчитала очень важным для себя открыть такую вот чисто научную компетенцию на физтехе. И появилась очень прорывная, очень интересная лаборатория интеллектуального транспорта, о которой здесь вот на этом слайде подробно рассказывается. Ну, здесь вот даже видео такое предложено, которое показывает, насколько интересные задачи, собственно, здесь решаются. Понимаете, ну вот, собственно, на этом мультике видно, что лодочка-то вместо того, чтобы гнаться за другими лодками, начинает зачем-то как некая субстанция крутиться вот в этой странной гавани, да? А все почему? Все потому, что необученным алгоритмом, как здесь совершенно правильно сказано на слайде, очень сложно достичь цели в сложных средах и происходит застревание в локальных минимумах. Ну, вот это вот такая вот история, которую нужно как-то преодолевать. И вот идеологически люди потратили большие усилия на то, чтобы применить самую, так сказать, современную науку для того, чтобы разбить действия робота, которого они в итоге строят, и который катается по физтеху, на много мелких таких подучасточков, шажков, которые в итоге помогают ему обучаться адекватно и решать сложные задачи, а не впадать вот в эти локальные минимумы. Вот. Еще одна интересная очень лаборатория, уже происходящая от компании, и причем компании, ну, может быть, в каком-то смысле неожиданной, это лаборатория искусственного интеллекта ВКонтакте. То есть к нам пришла ВКонтакте, как отдельная компания, да, и предложила делать интересные какие-то исследования. И вот одним из итогов этих исследований, а я вообще безумно люблю эту лабораторию, потому что она такая, знаете, движовая, как сейчас принято говорить, она очень активная, очень много взаимодействует со студентами, она небольшая, но она предлагает действительно исследовательские проблемы. И вот один из тех проектов, который они успешно провели, который в итоге оказался опубликованным на одной из топовых конференций, он состоит, ну, в каком-то смысле в Data Fusion, то есть в соединении некоторых методов, которые ранее, может быть, казались не так уж соединилыми. То есть понятно, что когда мы строим какие-то NLP-модели, мы можем и должны использовать метод максимального правдоподобия. Это вещь совершенно стандартная, можно сказать, общее место. Но есть и комбинирование каких-то подходов, которые позволяют, например, убрать частые повторения, возникающие в стандартных моделях. Но то комбинирование, которое предложили в рамках этой лаборатории, вот оно здесь третьим перечислено на этом слайде, IUT, так сказать, вот оно называется, это комбинация, собственно, метода максимального правдоподобия и обучение с подкреплением. И на правой картинке видно, насколько, в общем, вот это правильное штрафование за повторы в итоге позволило улучшить разнообразие и качество, не теряя качество модели. Вот, собственно говоря, мы это здесь наблюдаем. Вот. Ну, лабораторию нейронных систем глубокого обучения вообще, наверное, сильно рекламировать не приходится, потому что и Михаил Бурцев здесь выступал уже и модерировал секцию, как я понимаю. Ну, и вообще, это очень известный проект Ай Павлов, о котором, в общем, в разных местах подробно рассказывалось. Я, соответственно, сейчас на это тратить время не буду. Вот. Просто так показал слайдик. Конечно, есть замечательная совершенно у нас лаборатория машинного интеллекта, вот присутствовавший на предыдущем мероприятии, на предпредыдущем выступавший Константин Воронцов, ее руководитель. И там, конечно, тоже есть масса очень интересных проектов. Вот здесь какие-то из них представлены. Я думаю, что не все, потому что на самом деле то, о чем говорил Константин Вячеславович в своей лекции, и то, о чем он так пламенно говорил только что на круглом столе, о том, что надо открывать датасеты и на этом обучаться, это, в общем, особая отдельная фишка. Не знаю, насколько она на этом слайде понятно отражена. В общем, я всячески поддерживаю эту идеологию. Есть еще одна лаборатория, которая плавно подводит нас к той деятельности, которой, собственно, я сам занимаюсь, которая мне больше всего близка, это графы. Собственно, почему я даже образовательные проекты связал с помощью двудольного графа. Я сам специалист в комбинаторике и в теории графов, и очень люблю рассказывать о том, как это применяется, в том числе в задачах и искусственного интеллекта, и каких-то практических проблемах, которые можно решать с помощью графовых технологий. Но вот есть другая лаборатория прикладных исследований, тут более инженерные задачи на графах, тут речь идет в большей степени о кибербезопасности, о создании баз данных на основе графов, ну и так далее. Вот тоже такая вот очень интересная история, которая использует много разных данных. Ну и вот давайте, наверное, за оставшееся время, так я быстро рассказал, да, про все наше многообразие, но оно еще не закончилось. Вот я не за оставшееся время, а за часть оставшегося времени могу и переместиться немножко для разнообразия, да. Вот за часть оставшегося времени я вам расскажу именно о том проекте, который решался с помощью теории графов. И здесь я тоже вижу в каком-то смысле, усматриваю в каком-то смысле Data Fusion, потому что здесь важны и разного рода данные, и очень крутая математика. Вот я сказал под конец своего предыдущего, так сказать, выступления на круглом столе, что не потому математика прекрасна, что у нее есть приложение, а потому у нее есть приложение, что она прекрасная. Вот кто бы мог подумать, что глубокая теория вероятностей в сочетании там с какой-то теорией графов может помочь решать задачи поиска, например, в интернете, или поиска каких-нибудь нехороших мошенников в сетях кредитных заемщиков и так далее. Но вот здесь речь идет в большей степени про интернет. Это вот моя собственная лаборатория продвинутой комбинаторики сетевых приложений, которая годами исследует в этом направлении, занимается разного рода задачами, которые решаются с помощью теории графов. Ну, интернет как объект действительно представляет из себя в том числе и граф, потому что вершинами этого графа можно считать как страницы в интернете, так и сайты. И, собственно, на этом слайде даже соответствующая картинка приведена, показано, каким образом возникает такой вот ориентированный мультиграф. То есть у него могут быть и кратные ребра, и петли, и ориентация. Такой вот нетривиальный, казалось бы, очень сложный, мощный объект, который еще динамично развивается с течением времени. То есть появляются новые сайты, образуются новые ссылки, старые ссылки протухают. Сейчас всего этого уже десятки миллиардов, то есть это огромные-огромные данные, с которыми надо учиться как-то работать. Ну и об этом здесь немножко речь. Я уж прошу прощения, тут будет прямо такая математика, а не только рассказ про величие двудольного графа. Ну вот веб-граф я уже сказал, что это такое. Это такой граф, у которого вершинами служат, например, сайты. Давайте для определенности считать, что речь про них. А ребра – это гиперссылки, идущие между сайтами, их, соответственно, соединяющие. То есть вообще, говорят, там есть стрелочки, ребер может быть много между двумя сайтами, идущих в разных направлениях. Ну, могут быть даже петли, потому что один и тот же сайт может процитировать внутри себя какие-то странички. Но вот оказывается, это с течением времени устойчивое наблюдение, что можно сделать определенную статистику относительно того, как ведет себя реальная структура, реальный веб-графт. То есть смотреть ежедневно, или ежемесячно, или ежегодично на срезы, которые мы в реальности наблюдаем, срезы интернета, и изучать какие-то их замечательные свойства. Но вот оказывается, что несмотря на кажущуюся ужасность, огромность этой структуры, она содержит достаточно мало ребер. Она является разреженной в том смысле, что количество ребер всего лишь пропорционально количеству вершин. Это, конечно, не дерево, но это, знаете, такой лесок с петлями, я бы так выразился. Ну, так достаточно забавно звучит. Лес с петлями. Они, на самом деле, такие графы, содержат единственную гигантскую компоненту. То есть есть там какое-то охвостье, которое еще не успело ничем связаться с основной центральной частью. И вот эта центральная часть представляет собой, собственно, то, что мы видим при поиске. Ну, вот это вот гигантская компонента связности. Вот. Свойства шести рукопожатий, конечно, есть. То есть диаметр этого графа достаточно маленький. Ну, там порядка шести-десяти, в зависимости от того, как мы его пытаемся считать. Вот. Ну, про это можно очень долго подробно рассказывать. Но шесть рукопожатий, я думаю, все знают, что такое. И вот оказывается, что это не только явление социальной сети знакомств, которые мы видим на планете, да, но еще и переходы между сайтами внутри интернета. Вот. Дальше есть еще одна интересная история. Если мы начинаем удалять вершины в веб-графе и делаем это случайным образом, тогда он, в общем, совершенно устойчив. То есть гигантская компонента была, гигантская компонента сохраняется. А вот если мы начинаем атаковать хабы, то есть разрушать вершины максимальной степени, то через какое-то время, после того, как мы пройдем определенный порог, такой фазовый переход будет, мы все-таки развалим этот граф на компоненты связности накрошечные, то есть он перестанет быть сколько-нибудь содержательным. Ну, вот эта вот уязвимость к атакам на хабы называется. Дальше содержат много треугольников, это называется высокий коэффициент кластеризации, то есть если у меня есть какие-то двое знакомых, то они с высокой вероятностью знакомы между собой. Мои друзья, сами друзья между собой. Такое тоже явление наблюдается в интернете, и не только в нем, во многих сложных сетях очень активно. Вот, ну и наконец, великий этот самый степенной закон, который здесь выписан в виде страшной формулы. Я жутко извиняюсь перед теми, кто вдруг вот эту формулу сходу не воспринимает, но вот этот модуль, который нарисован в числителе, это количество просто. То есть читается это так, доля тех вершин веб-графа, которые имеют степень, то есть к которым примыкает D-ребер, которые имеют степень D, вот эта доля от общего числа вершин веб-графа, она не зависит от количества вершин. Она ведет себя примерно как единица поделить на D в степени гамма, где гамма, это в свою очередь некоторая константа от двойки до тройки. Но вот такая вот математика, понимаете, то есть это даже эмпирика показывает, что жизнь устроена таким образом. Это еще пока никакая не теория, это просто статистика реального веба или реальных сложных сетей. Вот есть масса наблюдений, которые хотелось бы теперь как-то использовать. Например, предсказывать поведение сети через какое-то время, или искать какие-нибудь фейк-ниус, о которых тоже тут речь шла недавно, или искать какие-нибудь, наоборот, прорывные, брейкинг-ниус, или искать спам. Вот, то есть есть много задач, которые могут быть решены, если у нас будет определенная модель, которая отражает вот эти свойства. Ну и, собственно, вот на следующем слайде представлена одна из таких моделей. Я, естественно, в своих лекциях очень много рассказываю про самые разные модели, но сейчас моя задача убедить вас в том, что крутая математика в сочетании с хорошими данными, которые можно почерпнуть, имея к ним доступ, ну, например, в какой-нибудь компании, о чем говорил тот же самый Константин Вячеславович Воронцов, что нужно искать данные, очень важно искать данные. Вот это вот соединение, синергия данных и хорошей математики решает очень серьезные задачи, в том числе качество поиска или отсеивание какого-нибудь спама. Вот. Ну, смотрите, задача такая. Мы хотим придумать какую-нибудь последовательность графов математически описанную, которая бы отражала те свойства, ну, вот, что были перечислены на предыдущем слайде. То есть, например, идея такая. Давайте построим последовательность случайных графов. Звучит это тоже достаточно странно, но что значит случайный граф? Ну, наверное, имеется в виду следующее. У нас есть какое-то количество вершин, и вот из этого множества вершин мы выбираем некоторый случайный граф, случайным образом проводя в нем ребра. Вот хочется так построить эту последовательность случайных графов, чтобы в пределе, там, при большом количестве вершин, а у нас их десятки миллиардов, вот с высокой вероятностью эта конструкция обладала теми свойствами, которые мы перечисляли на предыдущем слайде. И вот один из графов, который был еще предложен в начале 2000-х годов, такой вот случайный граф, он описан здесь, это граф так называемой модели Бакли и Осткуса. Ну, давайте я попробую объяснить, я очень надеюсь, что я сейчас массово народ не кокну, но мне, конечно, очень интересно рассказывать так, чтобы люди понимали, чего происходит, чтобы в итоге было какое-то просветление души, катарсис какой-то по-гречески, да, ну, вот, поэтому я всегда боюсь кокнуть, вот, но с другой стороны, мне очень хотелось показать реальную математику, реальный кейс, когда это работает, ну, не все время же показывать красивую картинку с двудольным графом ФПМИ, ну, мы крутые, это понятно, вот, поэтому давайте, вот смотрите, есть последовательность, которая здесь с несколькими параметрами, H, A, 1, N, вот, A, это некая начальная притягательность вершины, насколько она притягивает другие новые вершины к тому, чтобы ставить на нее ссылки, вот такая вот есть чиселка, товарищ говорил, что он работает с чиселками, мы тоже работаем с чиселками, вот, есть A, это начальная притягательность вершины, и на самом деле идея очень простая, мы начинаем последовательность графов С чего-нибудь уж с чего получится. Вершина и петля в ней. Помните лес с петлями? Вот в начале всех времен был один сайт, и он процитировал самого себя. Так ему было одиноко. Умоляю, только не спрашивайте, что это был за сайт, потому что, товарищи, это не эмпирика уже. Мы строим модель. То есть мы пытаемся построить последовательность случайных графов, которые долженствуют обладать какими-то свойствами. Так вот, начинаем с петельки на одной вершине. А дальше шел-шел-шел процесс. Построили какой-то граф. Вот он здесь обозначается h1n-1. Мы считаем, что у него n-1 вершина и n-1 ребро. И вот к этому графу мы добавляем новую вершину. То есть построился новый сайт. И он хочет присоединиться к каким-то своим предшественникам. А может быть, хочет процитировать самого себя, организовать такую петельку. И вот здесь описано, с какими вероятностями он делает то или иное действие. То есть в рамках модели предполагается, что вероятность, с которой новый сайтик присоединится к какой-то из предшествующих вершин, то есть к какому-то из предшествующих сайтов, она на самом деле пропорциональна той степени, которую имела вершина, репрезентуемая этим сайтом. Вот сайт уже имел какую-то степень в графе h1n-1, то есть на него уже ссылалось какое-то количество сайтов. Вот здесь это обозначено дек, там с каким-то индексом от Вейтова. Это вот сколько сайтов цитировали в предшествующем графе вот этот конкретный сайт Вейта. Так вот мы хотим сделать так, чтобы вероятность новому сайту ВН присоединиться к вот этому сайту Вейтому была пропорциональна этой степени. То есть к деньгам деньги, к ссылкам ссылки, так сказать, понимаете, ну вот так, если совсем на пальцах. Ну а коэффициент пропорциональности здесь подобран таким образом, просто чтобы сумма всех вероятностей равнялась единице, но это же естественно, сумма вероятностей должна равняться единице. Но вот если вы аккуратно посчитаете, я сейчас, конечно, этим не буду заниматься, то получится единица, значит распределение вероятностей задано корректно. Вот у нас получается такая последовательность случайных графов, которая отвечает принципу под названием предпочтительное присоединение. То есть вершина предпочитает присоединиться к той вершине, которая уже имеет достаточно высокую цитируемость. Вот. Это касательно графа с N вершинами и N ребрами. Но на самом деле мы же не говорим, что отношение числа ребер к числу вершин должно быть именно единицей. Оно должно быть какой-то константой, ну или примерно какой-то константой. И вот здесь вот описан случай M больше единицы. M это как раз отношение числа ребер к числу вершин в нашем графе. Ну и речь идет о том, что мы берем уже построенный граф, у которого столько же вершин, сколько и ребер, и множество его вершин разбиваем на непересекающиеся последовательные группы одинакового размера. После чего эти группы обзываем такими укрупненными сайтами, а вершины, которые находятся внутри группы, считаем как бы страницами. И получается такой мега граф, но у него уже в M раз меньше вершин, чем ребер. То есть у него по-прежнему M умножить на N вершин, а вершин становится в M раз меньше. Ну вот это вот граф в модели Бакли и Остгуса. Товарищи, удивительно здесь не то, что мы его так построили. Удивительно здесь то, что это работает. Вот на следующем слайде буквально в нескольких словах написано, почему это в каком-то смысле соответствует реальности. Значит, была великая теорема Гречникова, это давно уже случилось. Гречников, конечно, был выдающийся вычислитель с точки зрения именно математических теорем, но при этом он был еще и классным программистом и является таковым. Вот, значит, с одной стороны он доказал, что в модели Бакли и Остгуса число вершин степени D ведет себя вот так, как написано на слайде. То есть на самом деле с помощью параметра A мы можем тюнить вот эту вот величину, подбирая ее таким образом, чтобы она в большей степени походила на ту реальность, которую мы наблюдаем. Помните, там было D в степени гамма. Вот это D в степени гамма, это D в степени A плюс 2 сейчас. И если мы в реальности наблюдаем какое-то гамма, то нам просто нужно сейчас в модели Бакли и Остгуса выбрать A таким образом, чтобы A плюс 2 равнялась этому наблюдаемому гамма. А с другой стороны есть еще одна, совершенно независящая, казалось бы, от первой характеристика сложной сети, сложного графа. Это количество ребер между вершинами данных степеней. Вот есть степени D1, D2. Сколько ребер между вершинами таких степеней? Вот Гречников, и эта действительно великая теорема доказал, что их примерно столько, сколько написано на слайде. D1 плюс D2 в степени 1 минус A, D1 в минус 2, D2 в минус 2. И здесь тоже можно тюнить нашу модель так, чтобы подобрать A наиболее соответствующем реальности. И вот на графиках тут показано, как подбирать это A, чтобы действительно все легло правильно. И чудо некоторое состоит в том, что для двух вот этих совершенно разных характеристик A оказывается одним и тем же оптимальное с точки зрения соответствия реальным данным. Это примерно 0,27. Ну а, соответственно, A плюс 2, то есть гамма, это 2,27 лежит между двойкой и тройкой, как и обещалось. То есть вот такая вот совершенно удивительная вещь. И на этом уже были основаны алгоритмы поиска каких-то нетривиальных структур, как в интернете, так на самом деле и в других сложных сетях. Ну вот здесь на одном слайде буквально показано, как устроено это применение. Есть так называемые линковые кольца, но они были в каком-то смысле, сейчас уже ситуация поменялась. Но, грубо говоря, это опять почти двудольный граф. Это довольно смешно, что у нас через всю эту презентацию в разных ипостасях проходит двудольный граф. От образования до линковых колец. То есть идея в том, что слева находятся спамеры, которые продают ссылки, а справа находятся товарищи, которые их покупают. И вот мы нашли с помощью какого-то алгоритма какую-то такую структуру, а черт его знает, может быть это действительно бяка, а может быть это какое-нибудь сообщество, когда слева находятся люди, которые, я не знаю, любят классическую музыку, а справа находятся сайты, которые эту классическую музыку представляют у себя. И тогда это вовсе никакой не спам, никакая не паршивая структура, которую надо там где-то понизить. А это очень даже хорошая уважаемая вещь. И вот как различать? Вот здесь прописан некий алгоритм, который на основе всех вот этих вот замечательных сложных теорем и анализа данных показывает, как различать. То есть мы что делаем? Мы берем произвольную вершину из левой доли, то есть те, кто потенциально торгует ссылками, и произвольную вершину из правой доли. Вычисляем для них степени, ну там получаются какие-то каэли, это быстро делается. После чего считаем, согласно теореме Гречникова, сколько примерно ожидается рёбер между вершинами вот этих степеней. И дальше по всем вершинам из левой доли, всем вершинам из правой доли, по всем парам таких вершин суммируем вот эти ожидаемые количества. В итоге у нас получается ожидаемое количество рёбер в нормальной структуре, которая могла бы породиться в интернете. И дальше мы просто сравниваем это ожидаемое количество с тем, которое мы наблюдаем на практике. И, конечно, если ожидаемое сильно меньше, то, наверное, уже на это надо посмотреть пристально и использовать, скажем, это как фактор в качестве поиска или что-то в таком духе. Но это может касаться не только, повторяю, интернета, а очень многих других сложных сетей, которые устроены похожим образом. Но это может касаться какого-нибудь фродо в банковских сетях, ну и так далее. То есть это на самом деле имеет огромное количество различных приложений. Но это такой был мощный математический прогон. Я с удовольствием, конечно, мог бы рассказать про это подробнее. Есть курс на Курсейре, который я читаю про это. Там, конечно, гораздо подробнее. Но я хотел напоследок сказать, что, конечно, вот всё это цветущее многообразие, которое мы построили на физтехе в рамках двудольного графа образования, оно не исчерпывается ни теми лабораториями, про которые я немножко сказал. Ну, помните, там искусственный интеллект ВКонтакте, потом вот Центр когнитивного моделирования с двумя лабораториями. Лаборатория Константина Вячеславовича Воронцова, Бурцева, прикладных исследований, вот моя продвинутая комбинаторик сетевых приложений. У нас есть ещё масса лабораторий. Вообще, чтобы было понятно, там были картинки вот с этими всеми нашими партнёрами. Суммарно сейчас партнёров больше 30. И мы с ними со всеми делаем, конечно, очень прорывные исследования, не просто какой-то тупой аутсорс. И вот лабораторий среди них 22 штуки. Вот кроме перечисленных, вы видите на слайде, есть лаборатория, открытая нашим замечательным партнёром 1С, под названием «Цифровизация бизнеса». Очень интересно, и тоже они со студентами ведут исследования. Есть наша очень давняя замечательная компания Аби, давний наш партнёр, которая открыла целых две кафедры. И на самом деле у нас очень много гуманитарных исследований, благодаря им тоже. Вот то, о чём говорил Воронцов в своей лекции. Мы очень заинтересованы в том, чтобы применять анализ данных, в том числе в гуманитарной сфере. Яндекс, конечно, который имеет у нас очень мощную кафедру анализа данных. И, собственно, школа анализа данных во многом приземлена в этом смысле, как магистратура на Фестейхе. Он же открыл у нас уже в позапрошлом году замечательную лабораторию фундаментальных исследований МФТ и Яндекс. Россельхозбанк в прошлом году, в самый разгар ковида, тоже, в общем, не испугавшись никакого ковида, открыл у нас лабораторию. И мы очень успешно взаимодействуем. Лаборатория гибридных интеллектуальных систем. Это многофункциональная лаборатория. То есть она открыта не одной компанией, а взаимодействует сразу с целым рядом заказчиков. Тинькоффбанк, тоже наш замечательный партнер, имеющий магистратуру в Фестехшколе. И также открывший лабораторию, потому что понимает, что взаимодействие с академией на площадке лаборатории и работа со студентами с двух сторон, это гораздо лучше, чем играть, так сказать, в одни ворота. Лаборатория инноватики, которая занимается корпоративным обучением, дополнительным профессиональным образованием. Совместная лаборатория, конечно, с компанией Huawei, потому что сейчас Huawei очень активно пришла в академию и очень активно работает с нами. Но, в общем, получаются очень интересные исследования. Лаборатория численных методов, прикладная структурная оптимизация, это академическая лаборатория, которая очень много с кем взаимодействует. Ну, товарищи, я, кажется, прям точно уложился. Значит, я хочу сказать, что мы действительно очень открыты всем проектам и сотрудничеству. Я верю, что и индустрия, и академия понимают, насколько они важны друг другу и встретятся в еще большем объеме на площадке нашей замечательной физтех-школы. Ну, вот здесь есть мой адрес. Если хотите, пожалуйста, можете и со мной связываться. И есть адрес моего замечательного помощника, Дениса Айвазова, который сейчас занимается вопросами сотрудничества. Так что, если интересно, то присоединяйтесь к нашей замечательной команде. Спасибо.